Вы последняя надежда на спасение выживших людей, мы не можем всех переселить в выращенные тела. Ну раз уж мы последняя надежда, без проблем. А спонсор этого видео пвп сервер Вантюрнет Брик Сервер. На нем стоит карта Калифорния, которая мне очень нравится. Если ты хочешь пвпшиться на ней и поднять свой скилл, обязательно переходи по ссылке, играя на сервере. Привет, с тобой Теспи, и я продолжаю играть на островах, продолжаю уже с самого начала. Это будет моя новая история. Как видишь, у меня новый Ник Попович, у меня новый скин. Вот такой вот я блондин, и я буду изучать сервер, который обновился, который оптимизировался. А значит, будет играть еще приятнее, еще интереснее, потому что кучу всего нового, опять же, добавили. Вот я суициднулся, чтобы начать играть, надо нажать в суицид. Я тут побегал, тут все то же самое, никаких секреточек, нет ничего такого. Но через 20 секунд уже, через 20 секунд я буду проходить тест. Который я, конечно же, не покажу, как он проходится, и зато я покажу, как я буду проходить NPC-шников, которые тут рассказывают о истории, о сервере, и все мы это увидим. Так, вот нас ДПшнуло. Хопа, да, вот Норд Корпорейшн. Как видишь, света тут оказалось немного. В прошлый раз эта комната была освещена, но, как видишь, тут уже экономят на электричестве. Так, не понял, я нажал подтверждено, я не проходил никакого... Секундочку. Страшно вырубай. Назад я вернуться не могу, слушай. Охренеть, Куратор. Ух ты, тут совсем все другое, тут, получается, теста уже нет? Вау, вот это уже, слушай. Так, Куратор, терминал. Состояние системы пройти обучение, состояние тела, тестовый образец. Где, 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 где я? В научном комплексе Норд Корпорейшн мы это самые лучшие умы планеты Земля. Мы корпорация, которая восстановит жизнь на Земле. Ка-к-кто я? Вы один из участников эксперимента Норд Ревайвл. Вам выпала честь испытать на себе переселение разума в чужое тело. В данный момент ваш разум помещен в тестовое тело для проведения некоторых тестов. Не бойтесь, если вы умрете. Мы переместим ваш разум в новое тело. Вот как, слушай, блин, они уже продумали всю эту тему. Вау. А почему я здесь? Человечество ушло в упадок. Правительство решило использовать до конца ресурсы Земли, не выходя в космос. Благодаря таким действиям ресурсы планеты быстро истощились. И теперь мы, Норд Корпорейшн, боремся за возрождение жизни. А что это? А смысл тогда этих экспериментов? А почему вы переселяете наш разум в новое тело постоянно? И что мне делать? Ваша задача выживать в данном теле как можно дольше, чтобы у нас была возможность как можно больше собрать информации о новом мире. Просто старайтесь выжить. В данный момент от вас требуется пройти базовые тесты для синхронизации тела и разума. Ага, вот оно как. Они, получается, тестируют новые условия. Сможем ли мы тут прижиться? И смотрят, насколько мы сможем прожить. Вот оно как. Слушай, а тут лор очень даже продуманный. Это очень интересно. Все, давай погружаться. Не будем уже уходить в этот Нон-РП разговор. И будем погружаться. Что вообще тут происходит? Господи, а тут столько кровищи. В самом начале теста уже кто-то умер. Что это? Так, ну это мне понадобится. Подтереться, если что, вдруг. Потому что тут явно придется вытирать. Вам требуется пройти полосу препятствий, чтобы система проанализировала вашу способность управлять чужим телом. Ваша задача двигаться вперед, чтобы пройти к следующему этапу. Подтвердить. Хорошо. Фонарика у меня никакого нет. Дали оба фонарика. Ничего ж не видно. А может они не тестируют мое зрение? Ёшкин кот, как же тут круто сделано. Вау. Это уже как-то Скорпион 7 напоминает то, что я карту проходил только в 10 раз круче. Я теперь уже не смогу играть в Скорпион 7. Так. А тут как? Блин, интересно. Я даже не знаю, буду ли я монтировать. Ааа. Вот оно как паркур, а не тестирует мой разум. Ну я же не тупый. Ну конечно же не тупый, но что это? Кто вообще так мог подумать? Кто вообще мог так подумать? Я самый первый заметил, что надо паркурить. Так. Идем дальше. Вот так вот. Сейчас паузем. Блин. Интересно, это уже напоминает какую-то атмосферную игру. Я не знаю, Half-Life какой-то. Так. Угу. Забираемся. Очень здоровски сделано. Так. Ёшкин код. Эксит. Выход. Секреточек никаких нету. Мне бы ресурсы, но как видишь свет у меня, то и рыскать в потемках еще и записывая это на YouTube. Это конечно таящая ерунда. Терминал еще один. Вам требуется поговорить с терминалом, чтобы научиться пользоваться телепортами. Ваша задача пройти в комнату и взаимодействовать с терминалом. Подтвердить. Надо пройти в комнату и взаимодействовать с терминалом, чтобы изучить телепорты. Мне показалось, что тут ягоды растут, но у меня тут все уже заросло. Продолжить. Ага. И что? А-а-а. Подожди. А где я оказался? Так, так, так. Подожди секунду. Во. Во. Ух ты. Так, хорошо. Ну и телепорт это понятно. Теперь мы можем телепортироваться. Мы знаем, как телепортироваться. Ты что нам скажешь? Чтобы выжить, требуется постоянно искать предметы. Найдите в следующей комнате четыре камня и вернитесь обратно. Так, камень раз. Камень два. Камень три. Камень четырес. Это все у нас есть. Ну, я не знаю, другие камни мне нужны. Но я насобираю. На всякий случай, сколько я вижу. Вижу тут очень много. Так что я все соберу. Наверное, кому-то надо их оставить. Но я все-таки соберу камни. Может быть, они мне пригодятся. Так, терминал. Смотри, я собрался. Поздравляем. Вы нашли нужные предметы. Соберяйте все, что сможете вынести. Так как все предметы помогут вам в выживании. Двигайтесь к следующему терминалу и не выкидывайте камни. Ага. Вот и ну как. Следующий терминал. Ну, это явно не этот. Мы тут телепортов все затестили. Окей. Это нас обучают. Тут получается обучение. Показывает. И вор рассказывается. Еще дождь, походу, капает потиху. Да, лужи. Еще атмосферик. Так. Следующий терминал. Это вот это. Ух ты. Это лампа. Я уже подумал. Какой-то контент секретный растет. Всякое. Очень атмосферно. Что это такое? Это у нас просто ком, который не включается. Ладно. Давай сюда. Вот у нас следующий терминал. При выживании очень важен крафт. Вашей первой задачей станет скрафтить каменную кирку. У вас есть уже четыре камня. И мы выдадим вам еще четыре палки. И активируйте терминал, когда у вас будет кирка. Так, так, так. Четыре палки у нас есть. Записка у нас тоже есть. Крафтинг. Крафтинг, крафтинг, крафтинг. Вот получается. Каменная кирка. И можем будет сделать потом каменный топор. Блин. Тут стрелы. Вот еще можно сделать. Интересно. Очень здоровский. Ух ты. Так, все. Это мы взяли. Я не знаю. Тут он ничего не активирует почему-то. Кирка-то у меня уже есть. Но он не... Все. Ничего не активирует. Значит, может быть, надо другой терминал активировать. Погнали вглубь. Посмотрим, что у нас дальше. Так. Железо. Кстати, вот железо мне очень пригодится. Это явно. Я почему решил начать заново? Потому что тут сделали просто необычайно крутое начало для людей, которые тут начинают играть. Вот эти вот обучения, это, по-моему, очень круто. По сравнению с тем, чтобы вы до этого... А, это мы вернулись, походу, или нет? Слушай, а непонятно. Мы, скорее всего, даже и не вернулись. Одежда. Вся одежда невыпадаемая. То есть, при смерти вы не сможете ее потерять. Но при возрождении прочность одежды падает до одного процента. А значит, снижается ее защитная функция. Мы выдаем вам базовый комплект одежды. Подтвердите. Подтверждаем. Вот одежда, это хорошо. Одежду мы надеваем. Вот так. Не понял. Не понял. Я ум... Ты же видел? Блин, посмотри, состояние одежды еще... Господи, как же они круто сделали. Ты посмотри, еще тут состояние одежды очень так атмосферик. Я действительно как будто какой-то киборг. Только я не понял, а где моя кофта? Мне кофта пропала. Это несчестно. Это несправедливо. Я хотел, чтобы у меня кофта была. Ну ладно, положу в кармашек джинсов. У меня один порванный, судя по всему, карман. Камень положу. Кто носит в карманах камни? Я вот наше. Скоро у меня там еще и кирпичи появятся. Оружие мне дадите? Эффективность стрельбы из оружия зависит от прочности оружия. Каждый ствол в этом мире имеет шанс заклеить при плохой прочности. Чем хуже оружие, тем больше шанс клина. Соответственно, держите оружие в хорошем состоянии. Хорошо, и одежда, то есть то, что у нас 1%, она нас вообще не будет защищать, так что ее приходится будет и чинить. Это очень здорово. Вам будет выдано тестовое оружие и несколько магазинов для проверки его клина. Для получения подтвердите. Подтверждаем. Внимание, ошибка, выдача оборужения, причина, склад поврежден. А, блин, я уже думал, это будет самое легкое оружие в жизни. Вам уже было выдано тестовое оружие. В смысле? Блин, не дает мне оружие. Ёшкин кот. Что это у нас такое? Импланты. Импланты играют очень важную роль в прокачке вашего персонажа. Вы не сможете прокачать скиллы, изменяя навыков, у вас будет просто отниматься опыт. Но с помощью имплантов вы сможете прокачивать свои скиллы. А с помощью имплантов мои скиллы сохранятся? Вот это вот вопрос очень важный. Очень надеюсь, что да. Импланты разделяются на три класса. Самый обычный класс это первый. Такой тип имплантов прокачивает навык всего на один или две полоски. А, например, третий класс прокачивает навык полностью. Мы выдаем вам имплант для проверки. Если имплант находится в вашем инвентаре, то он активирует соответственный навык. Подтвердите выдачу. Подтверждаю. Произошла активация импланта дайвинг. Хорошо. Вот у нас имплант. Имплант. Класс импланта типа планта дайвинг. И он у нас первого уровня. Видишь, одна полоска у нас тут. И, следовательно, следовательно, у нас прокачался сразу... У нас еще сам прокачивается. Нам не надо тратить наш экспириенс. И да, у нас тут раньше было несколько валют, которые надо было переводить. А сейчас вроде бы одна валюта, насколько я понял. Ладно, идем дальше. Вот это вот обучение очень здоровское. Машины. Машины. Существует несколько типов машин. Каждая машина отличается от другой характеристиками. У одной хорошая броня, но медленная скорость. Другая очень быстрая, но требует очень много топлива. Машины можно получить путем крафта разных запчастей. Начиная от форсунки и заканчивая сложными. Машины невозможно уничтожить. Если прочность машины достигает 1%, то из нее выкидывают всех пассажиров. У нее невозможно сесть. Также вытекает весь бензин. Ломаются все колеса и разряжается батарея. Достаточно починить корпус, восполнить все ресурсы машины. И можно ездить дальше. Хорошо, машина. Получается, если мы дойдем до машины, то она останется с нами навсегда. Главное, починить ее и не давать ее разрушить. Поселение. Как помню, что все время был во втором поселении. Один раз меня закинуло в первое поселение. А сейчас посмотрим, куда я попаду. После того, как вы окажетесь в поселении, ваша задача развивать свое поселение. Вы последняя надежда на спасение выживших людей. Мы не можем всех переселить в выращенные тела. Ну раз уж мы последняя надежда, без проблем. Все, кто живут в вашем поселении, это ваши союзники. Пытайтесь выстроить с ними дружеские отношения. Ведь только они смогут помочь вам в трудную минуту. Постараемся. Союзники. Ух ты, это последний терминал. Судя по всему, телепорт. В ящике ничего нет. Ящик не рушится, потому что бить нельзя. Не дает мне бить. Кирка. Блин, ты посмотри на эту кирку. Это можно киркой еще кого-нибудь загасить. Поздравляю. Пройдите дальше, чтобы сменить тестовое тело на тело участника. Одежда имплантс останется с вами. Внимание. Чтобы сменить тело, система уничтожит данное тело. Вы умрете. Отойти от терминала и идти дальше. Я умру? Нет. Я умер и все погласило. И вы в поселении второе. Опять меня закинуло второе поселение. И одежда у меня 1%, то, что мне говорили. Видишь, все показывают. Но со мной один имплант дайвинг, что очень хорошо. Значит, имплант есть. Имплант, возможно, мы продадим, если такое возможно. Это было бы замечательно. Штаны мы даже чинить не будем. Давай посмотрим, как они чинятся. У меня сервант через 38 секунд. Веревка, ткань. И еще вот это вот... Что это такое вообще? Швейный набор это у нас. Вот он еще сразу не смог прочитать. Швейный набор нужен, чтобы чинить одежду. Это самое основное. У нас до сих пор идет дождь. И, судя по всему, сейчас темно. Блин, ты посмотри, как интересно. Прям вау. И опять же я в втором поселении. Очень здоровское обучение. У нас 3, 2, 1 секунды. И после этого замечательного обучения мы опять же появляемся тут. Подожди. Поговорить с панелью. Снова. И тут уже светлее. Смотри, это уже другая, другая локация. О, это получается, да. Это снова надо тест пройти. Ну, ладно, я пройду. До этого я не проходил, но сейчас пройду. Я думал, что, блин, без теста. Теперь просто обучение. Но нет. Надо снова тест. Если кто-то не знает правила, то можете считать в группе ВКонтакте. Либо там вот этот же терминал тоже может что-то объяснить. Я в информацию зайти не заходил. Но если кому надо, можете нажать. Я, в принципе, правила знаю. Тест уже много раз проходил. Так что я в этот раз пройду. Важно знать то, что только одна ошибка, и все, и тест не пройден. Важно вообще без ошибок пройти тест. И тест не показывает, где вы ошиблись. Поэтому надо вот думать. Думать, сопоставлять, считать правила и отвечать правильно. Фух, отлично. Я прошел тест. Ура, ура, ура. Отлично. Все, мы телепортировались на мой второй остров. Очень долго это было. Второй раз. Опять же, одну ошибку допустил в одном вопросе, на котором я постоянно то одно, то другое отвечаю. Ну, в общем-то, один вопрос у меня был с подвохом, и вот я, за второго раза я прошел. Значит, здравствуйте, еще один терминал. Ух ты. Внимание, нет соединения с серверами Норд Корпорейшн. Так, привет, малой, я Лысый, мне нужна твоя помощь. Ты можешь общаться со мной через эту панель, понял? А что кто-то, и что тебе нужно? Меня зовут Лысый, и я из сопротивления помогаю всем новеньким участникам. Мне нужно только одно, освободить всех людей из Лап Норд Корпорейшн, узнать истинные цели этой корпорации, рассказать всем, кто остался в живых в этом мире, все об этом ужасном месте. А, вот, конечно, Лысый, я понял. Ты у нас ломал терминал, оказывается. А как к тебе попасть-то? Тебе надо найти путь в бывший город Норд-Сити. Попасть туда можно, войдя в лабиринт. Лабиринт? Большие врата с туманом внутри, вход в него найти легко, двигаешься к огромным серым вратам в поселение. На стене будут синие кнопки, надо нажать на них, и только не перепутай с тоннелем, если пойдешь. Ага, все, огромные серые врата, и нажать синие кнопки, окей. Что будет, если я не приду к тебе? Я заблокировал тебе выход на все локации. Да, я должен был это сделать, чтобы ты первым делом нашел меня. Сейчас, кроме как найти меня, у тебя нет другой задачи. Вот как лысый. Ну ладно, раз уж нет выбора, то будем играть под твоим правилом. А вдруг ты злодей? А вдруг лысый злодей, а? И я очень голоден, может ты со мной поделишься с чем-то? Понял тебя, могу высылать одноразовый набор участника из хранилища Норд, но только один раз, так что возьми его и двигай ко мне. Хорошо, все, взяли припад... Ух ты, а это что, фляга воды? Так штаны-то надень, ты что штаны-то снял, дурочок? Все, фонарик он дал. Фух, мы пережили, состояние оружия хорошее, построек в Кченке достаточно много, мы во втором поселении, надо найти серые огромные врата, мне пока что некуда складывать ресурсы и вряд ли мне дадут возможность пока что построить дом, потому что надо хоть чего-то добиться, я сейчас вообще бомжарик. А для скорейшего продолжения РП-выживания нам нужно собрать 2000 лайков, обязательно подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, комментируй, вступай в группу ВКонтакте, ссылка на оповещение о видео будет закрепленным, комментарии, удачи, дружище, и до скорых встреч.